Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы с вами обсудим применение лазера при анальном зуде. Мы уже делали несколько роликов о применении лазера фото-динамического непосредственно при прианальном зуде. Эффект в принципе там довольно неплохой из-за его бактериального и противовоспалительного действия. Однако в ряде случаев действий такого лазера бывает недостаточно. Действительно кожа каждого человека индивидуальна и необходимо искать тот ответ, который принесет наибольшее облегчение пациенту, а лучше всего выздоровление. И часто к нам обращаются пациенты с упорным перианальным зудом, которым не подходит та или иная методика, не стоит на нее уповать. Что делать в этом случае? Естественно, искать для штатива. К нам обратился мужчина с так называемым перианальным драматитом. Это когда кожа вокруг ануса чешется и краснеет. Вы можете видеть на картинке, казалось бы, не такой кардинально красный вход в попады, но соответственно здесь достаточно мучительный зуд, достаточно выраженное сжение, что естественно беспокоит мужчину. Поэтому он обратился в нашу клинику. Мы сначала предварительно провели непосредственно сеанс фото динамической терапии вместе с обследованием и классическим лечением. Однако после первого сеанса он не отметил каких-то существенных улучшений. Поэтому, соответственно, мы приняли решение об использовании непосредственно IPR лазера. Что такое IPR лазер? В норме это тот лазер, который используется для омоложения кожи на разных участках тела. Также он имеет очень хорошее действие по склеиванию сосудов в поверхностных слоях кожи. В чем плюс этого лазера с точки зрения перионального драматита? Во-первых, он обладает непосредственно противовоспалительным действием больше не за счет непосредственно угнетения самих воспалительных клеток, а за счет склеивания сосудов. Действительно, при воспалении сосуды естественно наполнены, крови наполнены, они расширены. IPR лазер он наряду с тем, что непосредственно действует бактерицидно на различные бактерии, которые всегда в избытке оказываются перионально. Особенно это бактерии по типу кишечной палочки, клепсиэлы, энтерокока. Соответственно, плюс к этому он склеивает сосуды поверхностные. Естественно, что кожа все равно питается через коллатерали. Непосредственно других сосудов там достаточно много, чтобы вызвать какие-то серьезные нарушения питания кожи. Поэтому склеиваются гиперрасширенные сосуды и наиболее часто мы видим всегда с вами такой спазм сосудов уже сразу же после процедурки. Вы можете видеть, как непосредственно здесь происходит влучение специальным датчиком IPR лазера непосредственно периональной области. Соответственно, наносится специальный гель и происходит вспышки лазера. Они достаточно безболезненны, потому что подобный лазер имеет охлаждение, непосредственно встроенное в датчик свой, и после этого мы сразу же после конца процедуры наблюдаем уже такое вот снижение воспаления в виде снижения непосредственно расширения сосудов в поверхностном слое кожи. Единственное, что мы, конечно, рекомендуем все-таки в процессе своих процедур непосредственно сбривать волосы или как-то удалять их методом различных триммеров. Почему? Потому что непосредственно при наличии волос, особенно больших волос, возникает болезненность именно в местах роста волоса. Поэтому, конечно, здесь лучше волосы удалять на время процедур. Процедуры делаются, как правило, где-то в среднем раз в неделю, раз в 10 дней, в зависимости от реактивности, и, соответственно, делаются на относительно низкой интенсивности, потому что здесь мы все-таки меньше преследуем смысл омолодить кожу, больше все-таки это противовоспалительный эффект и бактерицидный эффект на данную периональную область. Наряду вместе с этим мы, естественно, используем пластическое лечение. Это антигистаминные препараты. Это препараты по типу неотонина, что было у данного пациента. Это озон на 3-й сульфат кальциоглюканат. Это непосредственно ультрафиолетовое облачение крови. Вот такой комплекс мы использовали у данного пациента, соответственно, что привело к его излечению в течение трех недель. Поэтому, в принципе, даже с упорными периональными зубами можно, если не справиться, то риск снизить их непосредственно интенсивность. Естественно, что нужно сначала диагностировать то заболевание, обычно ли это периональный дерматит, или это лишай видали, или, соответственно, это склеротрофический решай, что бывает достаточно часто в периональной области. Поэтому, прежде всего, должен обследовать дерматолог. Затем, соответственно, должны быть обследованы калмы, инелицы, глисты, половые инфекции при наличии контактов в анус, сделаны бакпосевы, анализы на грибки в данной области. И только после этого, при наличии анализов крови, непосредственно, конечно же, вы должны начинать какое-то дерматологическое лечение, противовоспалительное лечение и так далее, что часто не делается многими врачами. Просто назначается мазь, такие как тридерм, тетродерм. Я эти мази хорошо знаю. Однако к нам обращаются те люди, которым данные мази, к сожалению, не помогают. Либо зуб настолько интенсивный, что непосредственно мазать данную область вызывает только даже и ухудшение, то есть усиление зуда при нанесении подобных непосредственно наружных препаратов. При необходимости диагностики и лечения различных изменений кожи в области ануса, в области половых органов, вы можете обратиться к дерматовенерологам, урологам нашего медицинского центра Платный КВД в Москве. У нас принимают грамотные специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением подобных заболеваний. Ждем вас, наши клиенты. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на наш канал Instagram. Спасибо за внимание.